Впервые в Дагестане стартует официальный чемпионат республики по футболу в формате 8 на 8. В дебютном розыгрыше Национальной футбольной лиги команды оспорят призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. На открытие побывала и наша съемочная группа. Курбан Рагимов расскажет подробности. Первый пас идет в ноги сопернику. Это не писанное правило честной игры, фейрплей. Так Национальная футбольная лига начинает свою историю. В матче открытия сошлись дагестанские звезды и сборная лиги. Товарищеская игра завершилась крупной ничей 5-5 в серии пенальти. Точнее были мастера кожаного мяча. Да, здесь появляется вот сколько молодых пацанов, которые в руках мяч держат. У нас много талантливых, еще раз. Там просто нужно хорошая площадка побольше, финансирование. Замечать нужно талантливых ребят, детей, чтобы они могли пробить себе путь в профессиональный спорт и добиться высоких целей. Игра 8 на 8 в регионе активно набирает обороты в местных лигах. Свои таланты реализует тысячи любителей футбола. Открытие НФЛ придаст развитию новый импульс. В первом сезоне чемпионата сыграют 14 команд. Турнир пройдет под эгидой Федерации Футбола Республики. Мы хотим, чтобы этот чемпионат проходил официально под эгидой Федерации Футбола Республики. И, конечно, основная цель – это пролечь побольше людей. Не только для участия вокруг футбола, для развития инфраструктуры нашей республики. Будем надеяться, что у нас все получится. Сообщаемся с каналом ННТ, с лигой нашей новой. Со всеми теми друзьями, меценатами, кто хочет участвовать. Сплав опыта и молодости обязательно принесет свои плоды. В этом уверены организаторы НФЛ. Энтузиасты обзавелись серьезными партнерами. Цели у команды самые высокие. Первый тур стартует уже завтра, 5 октября. Игры будут проходить на стадионе Дагау. Даже сегодняшнее открытие показало, что с нами большие люди. Это Гаджи Муслимович Гаджиев, Будун Хачебекович Будунов. Люди, которые на первых позициях в футболе, как сказал директор ННТ, не только у нас в Дагестане в футболе, а далеко за его пределами. Поэтому, принимая их опыт в том числе, мы хотим создать что-то очень хорошее, яркое. Информационную поддержку турниру окажет телеканал ННТ и радио Ватан. Центральный матч Тура наш канал будет транслировать в прямом эфире. Кроме того, итоги недели футбольные эксперты подведут в новом проекте обзор Тура. Курбан Рагимов, Юнус Гитехмаев, телеканал ННТ, Махачкала.